Так, ну я думаю, что все в основном собрались, поэтому можно потихоньку начинать. Если что, вдруг кто-нибудь еще подтянется в середине. Я сегодня расскажу про подключаемые движки хранения в Postgres. Все, наверное, знают, что их пока нет, поэтому это такие вести с полей на тему того, куда, собственно, движется в этом плане разработка в Postgres. Начать я бы хотел с такого небольшого дисклеймера о том, что я сделаю достаточно такой обзорный доклад, но при этом достаточно много сторон вообще, ну, компаний, которые занимаются Postgres, они заинтересованы в этой теме, и не вся информация, которую я сообщу, согласована со всеми сторонами. Поэтому может получиться так, что я что-нибудь расскажу, а оно в итоге будет имплементировано не так, или вместо этого будет имплементировано что-нибудь другое. Вот, то есть на это нужно делать некоторую скидку. Вот, собственно, начну с небольшого введения о том, зачем вообще Postgres подключаемые движки хранения, да, почему мы не можем довольствоваться одним, например, каким-то движком и просто его развивать. Ну, у Postgres у него пока один движок, и он, ну, зачастую подвергается критике, как вы, наверное, могли заметить даже в течение этой конференции. Вот, и идея того, что мы возьмем и единственный движок, там, Postgres разовьем настолько, что он будет удовлетворять всем варклоудам, ну, наверное, уже всем понятно, что оно несостоятельное. Поэтому, чтобы охватить больше юз кейсов, нужны разные движки. Вот, потом, кроме этого, Postgres, он изначально разрабатывался как расширяемая база, где пользователь имел возможность что угодно написать свое, будь то тип данных, оператор, язык написания хранимых процедур и так далее. И с этой точки зрения тот факт, что в Postgres есть только один движок для хранения, он является неким досадным упущением в этом ряду расширяемости Postgres в самых разных аспектах. Вот, ну, и третья самая главная причина в том, что компании уже так или иначе разрабатывают свои движки, вот, правда, они пока просто еще не обладают ну, необходимым интерфейсом. Я сейчас, ну, подробнее про них расскажу. Например, у нас в Postgres Professional разрабатывается InMemory движок для LTP, EnterpriseDB разрабатывает ZHIP, то есть это HIP с андулогом, у Second Quadrant ведутся работы по колончатому движку, который хранится на диске, Fujitsu разрабатывает колончатый движок в памяти, у Citus есть FDV расширение, которое занимается, которое тоже колончатый движок на диске реализует, то есть, как бы, ну, давление достаточно в этом плане большое, и понятно, что, ну, должен, ну, в результате каких-то переговоров между сторонами родиться API, который так или иначе всех устроит, может быть, не в своей первой версии, но в своей эволюции придет к такому состоянию, чтобы все движки к нему можно было подключить. Вот, теперь, ну, немножко поподробнее расскажу о том, кто и что разрабатывает. Недавно вы могли видеть на планете Postgres пост Роберта Хааса, в котором он рассуждает про андулог и про то, как он помогает обойтись без вакуума и решить некоторые другие проблемы MVCC лучшим образом, чем это делается сейчас. Вот, и этот пост не просто так, потому что он связан с тем, что EnterpriseDB, он ведет разработку и скоро собирается опубликовать свой движок HIP для Postgres с андулогом. У нас в Postgres Professional есть движок, который входит в наш форк Postgres Pro Enterprise. Это движок, который реализован через foreign data wrapper interface и реализует in-memory таблицы. То есть таблицы, которые хранятся в оперативной памяти, ну, и периодически по ним, ну, делаются снапшоты, пишутся в вал. Ну, то есть это in-memory с persistence. И вот можно видеть, как использование in-memory позволяет улучшить масштабирование числа выполняемых транзакций на многоядерной машине. Значит, здесь есть такая тонкость, что на таких масштабах уже довольно много времени съедает чисто коммуникация сервера с клиентом. Вот, то есть, грубо говоря, сделать, например, какое-то действие в один запрос гораздо быстрее, чем сделать там в четыре разных запроса. Поэтому здесь стандартный тестировался TCP-B, который умеет выполняться пожебенчем. И, собственно, тестировалось в двух вариантах. Это просто пожебенч и вся транзакция TPC-B, засунутая в одну функцию. Вот, таким образом, коммуникация клиента с сервером довольно сильно уменьшается. Вот, и видно здесь, что если мы используем встроенный постгрессовый движок, то здесь практически одинаковый перформанс, что функции мы делаем транзакцию, что мы делаем ее в интерактивном режиме. Разницы нет. Ну вот, с in-memory же другая штука, что мы примерно имеем двукратный рост просто от использования in-memory движка в интерактивном режиме. Но если мы делаем транзакцию, целую транзакцию одной функции, то получается, что где-то примерно в пять раз удается быть быстрее, чем встроенный постгрессовый движок дисковый. Я часто слышал на эту работу фидбэк, что типа in-memory движки, они там должны быть быстрее, там намного порядков, а у вас тут всего в пять раз. Ну, во-первых, тут когда это сопоставляется, нужно учитывать то, что в оптимизацию постгрессового движка вложено огромное количество усилий, вот, и в этот, ну, в in-memory движок, понятно, столько ресурсов вообще еще не вложено. Вот. А второе, что нужно учитывать, это то, что в данном случае эта производительность, она достигнута на той же архитектуре. То есть здесь нету там ситуации, когда у вас много тредов, у каждого треда свой кусочек данных, и вы, у вас приложение каким-то магическим образом сразу коннектится там к нужному треду, ничего такого нет. То есть это в обычной архитектуре, кривиентированной реализационной базы данных. Еще одно хранилище, которое разработано в Postgres Professional, это так называемое расширение WOPS или паркетное хранение. То есть что такое паркетное хранение? Ну, все представляют себе паркетную доску, даже в этом здании можно увидеть. Это значит, у вас когда одна такая дощечка, разделенная на узенькие полосочки. Собственно, вот паркетное хранение данных – это примерно то же самое. Это такой компромисс между колоночным хранением и срочным хранением. То есть вот у вас страница остается в принципе такая же, на ней лежат те же данные, но они транспонированы. То есть лежит в начале страницы значение одной колонки, другой, третьей, четвертой. В чем здесь плюс? В том, что в принципе у вас ничего не меняется. Вы, например, можете использовать те же самые индексы, которые используются при обычном хранении. Но при этом вы можете получить достаточно солидный выигрыш по процессору. Вот, например, в бенчмарках видно, что тут выигрыш где-то на некоторых запросах в STPCH получается там в районе четырех раз. Этот движок, он сделан тоже там с применением foreign data wrappers интерфейса и с применением кастомных нод. Еще одна разработка, которая вот у нас в компании ведется, это разновидность LSM-дерева, которая пока была реализована в виде… просто как LSM-дерево, как индекс над табличкой, которая хранится в обычном хипе. Но в перспективе это все может быть использовано не только для индекса, но и для хранения, собственно, самих строк таблицы. Их тоже можно хранить в LSM. Собственно, так в основном все, кто реализует LSM, все так и делают. Fujitsu разработала свой in-memory колончатый движок для аналитики, который тоже на TPCH показывает достаточно хорошие результаты. Здесь достаточно мелко представлены их результаты. На самом деле вот ссылка, там потом можно будет скачать презентацию, ознакомиться с оригинальной презентацией Fujitsu. И, собственно, один из людей, который участвует сейчас в разработке подключаемых движков, это Харибабу Коми из Fujitsu, Австралия, который как раз участвовал и в разработке этого in-memory колончатого движка. C-Store FDV – это тоже движок для колончатого хранения, который не настолько представляет каких-то оптимизаций по процессору, там даже, может быть, немножко на процессоре больше становится нагрузка, но главное, что он очень экономит input-output. За счет того, что, во-первых, вы можете не вытаскивать просто ненужные вам колонки для каких-то агрегатов, ну и за счет сжатия еще можно input-output уменьшить в разы. Second Quadrant также разрабатывает свой колончатый движок. Его, правда, опубликованным я, кажется, не видел, но, собственно, вот этот колончатый движок, он тоже одного из разработчиков, которые участвуют в Plagible Storage API. Заняться этим – это Альборо Херрера. Я сюда, собственно, прилетел буквально с конференции FOSD, где прошла встреча разработчиков Postgres. Она была такая довольно немноголюдная. Вы видите здесь фотографию встречи разработчиков. Тут всего где-то, получается, 11 человек в ней участвовало. 10 вы видите на фотографии, плюс еще Олег Буртунов, который делал саму фотографию. Нужно про него не забывать. Он сейчас пытается к нам добраться, все-таки летит через Варшаву. И, собственно, на этой встрече разработчиков была возможность поднять, опять же, тему подключаемых хранилищ и понять, куда нам, собственно, двигаться дальше. В итоге на ней мы решили, что будет составлен roadmap, где будут перечислены необходимые шаги для реализации первой итерации, API второй итерации и так далее. И, собственно, в этом roadmap должно быть прописано, какая из заинтересованных сторон, за что будет отвечать. Собственно, на самом деле я этот roadmap еще не успел со всеми сторонами согласовать, как я уже говорил, но я с наиболее свежими вестями с полей, что называется, с вами поделюсь. Для начала вообще какая самая базовая идея, что это будут за подключаемые движки. Понятно, что если это подключаемый движок какой-то самостоятельный, то у него должен приопределять тот способ, которым он сканирует таблицу, которым он изменяет таблицу. То есть, грубо говоря, если мы будем ожидать, что сканирование таблицы обязательно осуществляется с помощью последовательного перебода страниц, на которых лежат конкретные туплы, которые являются конкретными версиями строк, то у нас будет достаточно мало свободы в наших решениях сделать что-то отличное от текущего хипа. Поэтому должна быть возможность переопределить и то, как мы сканируем таблицы, и то, как мы их изменяем. Следующая важная вещь, что нужно также иметь возможность сделать разной реализацией MVCC, потому что это, собственно, один из мотивирующих факторов к подключаемым движкам. Это альтернативная реализация MVCC, например, через Undulog. Собственно, это нужно, чтобы движки были полноценными и имели какую-то свободу реализовать внутри что-то новое. И общие при этом у них должны быть транзакции и снапшоты и вал. Ну, понятно, транзакции и снапшоты – это чтобы вы могли получить согласованные данные, изменяя как таблицы, которые относятся к одному движку, так и таблицы, которые относятся к другому движку. Ну и вал, собственно, чтобы у вас все это восстанавливалось одним процессом рекавери и, собственно, им же и реплицировалось. Потому что если мы сделаем разные валы у разных движков, разные транзакции, какой-то там 2PC между ними, то это уже как бы будет не одна субэдэ с несколькими движками, а какое-то такое несколько субэдэ, объединенные под одной крышей чем-то, метабазой какой-то. Мы хотим, чтобы было интегрированное решение. Были разные версии, с чего можно начать реализацию. Данного интерфейса. В основном можно два направления увидеть. Это либо расширить интерфейс foreign data wrappers, потому что foreign data wrappers уже обладают достаточно богатой функциональностью. Там есть writable foreign data wrappers. Они могут, туда можно и писать, и читать из них, и так далее. Но минусом такого подхода было бы то, что несмотря на то, что достаточно много свободы для того, что мы можем делать внутри foreign data wrappers, получается, что они будут, эти foreign data wrappers довольно сильно обделены функциональностью. То есть, например, какой-нибудь recovery этих foreign data wrappers, это нужно отдельно писать, там отдельные сложности, транзакционную целостность, там для этих foreign data wrappers, там тоже отдельных усилий требуют, там какие-нибудь absurd не будут поддерживаться и так далее. Поэтому, собственно, был альтернативный подход. Это делать, чтобы просто каким-то образом заменить хип в постгрессе. То есть при этом, чтобы, что называется, этот подключаемый движок, он сразу был гражданином первого сорта, да, не какой-то там обделенный FDV, который ряд вещей не умеет, а, так скажем, просто альтернативный хип, который, в принципе, так по большому счету все поддерживает. Но при этом возникает вопрос о том, что эти движки в таком случае они будут ограничены в своей свободе, то есть нужен будет достаточно глубокий рефакторинг кода постгресса для того, чтобы поддерживать что-то существенно другое. Вот, как раз по поводу того, какой нужен будет рефакторинг, я немножко сейчас и поговорю. Но в итоге комьюнити, оно склонилось больше ко второму варианту, потому что это, так скажем, больше постгресс-уэй сделать вначале правильно, а потом расширять функциональность. Собственно, вот план реализации можно представить в виде трех этапов. На первом этапе поддерживать такие движки, в которых все равно будет строка базы индицироваться TID. TID — это номер страницы и офсет внутри страницы. Это то, как сейчас адресуются туплы, например, из постгрессового индекса в хип. Так выглядит ссылка. Но при этом поддерживать альтернативные реализации MVCC, и это позволит сделать, ну, позволит, например, подключить уже такую работу, как z-хип. Разрабатываем EnterpriseDB. Второй этап — это сделать хранилища, которые позволяют иметь другие способы нахождения TID, вернее, другие идентификаторы строк. Не обязательно TID, да, но, например, может быть там 8-байтовый интежер или вообще строка нефиксированной длины. И если мы сделаем такую поддержку, то уже будет возможно сделать IndexOrganizedTable. Третий этап — это уже сделать поддержку таких таблиц, где, собственно, может не оказаться у строки какого-то явно выраженного идентификатора, по которому с ней можно эффективно работать. То есть, ну, например, колончатый движок. То есть понятно, что в принципе у таблички все равно есть какой-то идентификатор, который логически можно выделить. Но колончатое хранение, оно не подразумевает такого идентификатора, по которому строчку можно эффективно найти. То есть в принципе найти ее можно, но эффективность будет так себе. И еще один вопрос по поводу RideHeadLog. Понятно, что чтобы был полноценный подключаемый движок, он должен быть с recovery, с репликацией, то есть должен поддерживать вал. И тут есть сразу несколько вариантов решения этой проблемы, потому что комьюнити выступает против того, чтобы экстеншен мог определить свою ряду функцию, и recovery Postgres полностью зависело от подключения какого-то экстеншена. Поэтому есть следующие варианты. Ну, первый вариант это то, что будет какой-то встроенный движок, который будет пользоваться, ну, понятно, пользоваться существующим API, но он встроенный, и поэтому он может просто иметь свою встроенную ряду функцию. Ну, это как бы простой вариант. Другой вариант это generic вал. Есть такой способ генерации валов, который не требует своей кастомной ряду функции, а просто на лету находит разницу между страницами и записывает ее в вал. То есть в нем присутствует такая универсальность, и он позволяет уже реализовывать свои кастомные индексные методы доступа внутри расширений. Собственно, мы этот механизм реализовали, и у нас есть, к примеру, расширение room, который реализует индекс, который находится в экстеншене и использует generic вал. У этого generic вал есть проблемы с тем, что он генерирует очень большой вал трафик, потому что он не умеет эффективно обрабатывать сдвиги данных. На эту тему сейчас патч рассматривается от нашего разработчика Олега Иванова, и мы надеемся, что он попадет в Postgres 11, но все равно он даже так, но все равно generic вал за счет своей общности некий оверхед носит. Поэтому есть еще третий вариант. Это так называемое двухфазное рекавери. Оно заключается в следующем. То, что когда вы выполняете рекавери, у вас вначале применяются записи от движка хранения по умолчанию, благодаря чему у вас уже есть целостный системный каталог, из которого вы, например, можете взять и получить доступ к API того же подключаемого хранилища. А на следующем шаге рекавери уже восстановить все подключаемые хранилища. И при этом юзеру еще можно дать возможность каким-то образом влиять на этот процесс рекавери. Он знает, что, например, какое-то хранилище, оно важное, и его нужно отключить. Он это делает через конфигурацию, и нормально у него проходит рекавери. Ну и, естественно, те данные, которые были в важном хранилище, они при этом окажутся невосстановленными. Еще один интересный момент — это то, как Postgres лочит тупол. Оказывается, эта логика лока тупла, она вся находится в экзекьюторе. То есть в хипе там же версии, они выстраиваются в цепочке, и так вот экзекьютор, он пытается залочить одну версию тупла, у него не получается, но он получает ссылку на следующую, значит, он потом идет в следующую версию, ее пытается залочить и так далее, пока, наконец, он не найдет последнюю версию, которую никто до него не успел схватить, и залочит таки ее. Но тут есть проблема в том, что это вынесено в экзекьютор, и при этом это, по сути, является некой специфической логикой для нашего хипа. Потому что если есть хип с undo.log, там вообще сразу имеется доступ к последней версии, там не нужна вообще вся эта логика с каким-то путешествием, поиском последних версий и так далее. Или может быть какая-то другая логика поиска этих версий будет нужна. Поэтому, собственно, в этом месте нужен рефакторинг. Так, рефакторинг, он заключается в том, чтобы вот эту логику путешествия по версиям запихнуть все-таки в хип и вынести ее из экзекьютора. Таким образом, чтобы вот этот вот лог, он сразу искал последнюю версию, лочил ее и возвращал на нее указатель. Тогда, собственно, проблемы не будет. Мы внутри самого хранилища можем сделать всю работу, которая от него зависит. Еще одна вещь, достаточно серьезное изменение, это то, что даже если у нас остается TIT, который расшифровывается как tuple identifier, он уже не идентифицирует tuple, он не идентифицирует конкретную версию строки. Потому что в случае с андулогом у нас есть, например, TIT, последний, на который мы указываем, а к нему еще прицеплен такой паровозик предыдущих версий. И чтобы нам найти конкретную версию в этом паровозике, нам нужен снапшот. И, собственно, оттуда следует, что везде там, где нам нужно идентифицировать конкретную версию строки, там нам везде нужен не только TIT, но и снапшот. То есть, грубо говоря, методы там heap update, heap delete, они должны брать не только TIT, но и снапшот. В обычном heap, скажем, этот снапшот может просто использоваться как некий assertion, что если нам подсунули tuple, который было не видно, это неправильно. Но, например, в heap с андулогом этот снапшот, он будет очень полезен, потому что, ну, например, кто-нибудь работает в режиме изоляции repeatable read, рит захотел обновить какую-нибудь строку, попытался это сделать, а мы обнаружили, что эта версия строки уже не последняя. Значит, надо кинуть ошибку. Еще одна группа доработок, которая нужна для подключаемых хранилищ, это взаимодействие с индексными методами доступа. Потому что не хочется писать отдельные индексные методы доступа для каждого движка. То есть, скажем, вот у нас есть текущий heap, для него есть b3. Не хочется для, там, скажем, heap с андулогом писать свой b3. Поэтому нужно совершенствовать API индексных методов доступа таким образом, чтобы это API, оно могло поддерживать больше, чтобы больше хранилищ, больше движков могло с ним работать. Как это должно выглядеть? Например, сейчас в heap, ну так, в индекс, ну так упрощенно, мы вставляем индексные туплы. И по сути мы их можем только вставлять, либо взять и целую пачку удалить путем полного сканирования индексов, передать битмап. То есть мы в битмапе передаем, какие вообще тиды актуальны, какие нет. Собственно, в этом подходе есть сразу куча ограничений. Во-первых, обязательно у нас должен быть тид. А если это, например, вторичный индекс для индекса организованной таблицы, получается, нам нужно уже не тид хранить, а primary key. Потом, ну, соответственно, ограничением является то, что мы не можем удалить, не можем обновить. И то, что, ну, соответственно, удалить, понятно, нужно произвольную вещь иметь. Ну, здесь, в принципе, то, что я уже проговорил. Вот, то есть нужно хранение некой произвольной полезной нагрузки, какого-то, ну, произвольной, так скажем, произвольной последовательности байта вместо того, что мы сейчас храним в виде тида. То есть вот как-то вот так должен выглядеть этот API. То есть есть, когда мы индексный тупол, мы его можем как вставить, так обновить, так удалить, и вместо тида там уже произвольный payload. При этом, ну, bulk delete может остаться с таким интерфейсом, например, ну, для тех случаев, когда этот payload является тидом. Для тех случаев, когда он им не является, тогда уже, ну, манипулировать этими туполами, используя вот эти функции insert, update, delete. И на самом деле вот от такой штуки, как функция delete, можно получить достаточно весомый плюс, даже вообще не применительно к подключаемым движкам, потому что когда работает вакуум, он грешит тем, что он всегда полностью сканирует индекс таблицы, что съедает достаточно много ресурсов. А, например, если в таблице всего несколько строк было удалено, несколько туплов, то можно не полностью, например, ходить по индексу, а просто нужные ключи в нем найти и удалить, и это будет гораздо быстрее. Таким образом, как бы это помогает выстроить работу степ-бай-степ, получая профиты от каждого из шагов. Еще одна вещь, которая должна быть в индексных методах доступа переработана, это возможность переиспользовать оп-классы. То есть смотрите, вот, например, у нас есть B3. В какой-то момент у нас появится LSM или нечто похожее. Ну, логично, что LSM, оно в принципе может тоже быть построено для чего угодно, для чего есть операция сравнения. Ну, как B3 мы можем построить для любых данных, которые мы умеем сравнивать, так и LSM. И при этом будет как-то глупо, если у нас будет LSM, и к нему нужно будет дублировать все те же оп-классы, что и в B3. Поэтому получается, что нужно выделить некоторую промежуточную сущность, которую можно обозначить, например, pgeo-класс-тайп. И эта сущность, например, будет что-нибудь там вроде comparable items. И это значит, что по нему мы можем построить B3, и к этому comparable items будет прикреплен B3, там, LSM и так далее. И уже для этого comparable items будут определены все оп-классы. Еще немножко к теме LSM. Что LSM в принципе, если у нас LSM появится как индексный метод доступа, то LSM по сути является просто разновидностью index organized table, где тот индекс, по которому она организована, будет LSM. Но чтобы получить именно полноценный профит от LSM как первичного хранилища строк и при этом остаться корректной базой данных, то нужно на SQL ввести что-то вроде поддержки слепого update или слепого absurd точно так же. Но вот именно на уровне SQL. Потому что как работает LSM? Оно у нас принимает нашу операцию, там, insert, update или delete и записывает ее на верхний уровень дерева. А проталкивает ее вниз куда-то потом уже. И с insert все более-менее понятно. Ну, во всяком случае, если unique constraint нету, check constraint мы все проверили, значит строку мы там гарантированно как-нибудь уж вставим. Но, например, гораздо хуже с апдейтом. То есть по классике LSM, он должен позволять взять апдейт и его так же просто принять и потом пропихнуть там вглубь своих уровней и там, не знаю, увеличить какой-нибудь каунтер на единичку. Но при этом первое, что возникает, это то, что мы не знаем вообще, обновим мы что-нибудь там или нет, или этот апдейт там просто где-то в глубинах дерева пропадет, потому что не найдет нужного ключа. Или, например, он может вернуть ошибку. Ошибку нам уже там пользователь, который транзакцию делал, он давно ушел, решил, что у него все закоммитилось, а тут мы добрались до данных и выяснили, что у нас ошибка. Значит, нам нужно иметь такие операции, которые будут гарантированно никогда не заканчиваться ошибкой. Ну, так если грубо говоря, то это может быть какое-то специальное поле, которое там, я не знаю, если вы там интеджер заинкрементили больше, чем maxint, у вас там стал нул. Это, конечно, коряво, но зато это можно задокументировать, декларировать, и тогда пользователи будут об этом знать, и поведение будет корректным. Ну, и точно так же там можно поступить с абсертом и с делитом. Ну, и, соответственно, триггеры тоже. Триггерить в тот момент, когда оно там где-то в глубине дерева применилось, уже поздно. Триггеры в данной ситуации, получается, нужно просто не поддерживать. Собственно, про текущее состояние этого патча и, значит, куда оно все идет. Значит, есть thread в мейлинг-листах, достаточно уже большой, там где-то 144 сообщения. Ну, хотя для такой обширной темы можно понять, что thread еще только начинается. Последняя ревизия, она включает в себя 12 патчей. Вот разработчиками этих патчей является изначально Альвара Херера, потом, собственно, перехватил инициативу хребабу коми, и дальше уже я присоединился и уже успел в этом патч-сете кое-что исправить, в том числе и реализовать рефакторинг лока, тупла, о котором я говорил. Набор этих патчей, он пока что упорядочен таким образом, что вначале идут патчи, которые вводят API, а потом патчи, которые делают рефакторинг и делают это API правильным. На совещании разработчиков мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что так делать не надо и нужно лучше сделать наоборот. Вначале рефакторинг, вначале куча патчей, которые делают сложную работу, делают рефакторинг, потом у нас уже по сути есть красивый интерфейс, и он только последними двумя патчами оформляется, появляются там соответствующие команды и так далее. В чем плюс такого подхода? Это в том, что можно будет постепенно коммитить патчи с рефакторингом, и некоторые патчи с рефакторингом могут упасть уже вполне в Postgres 11, потому что они ничему не противоречат, и они просто делают код логичнее, проще и понятнее, и подготавливают его к будущим разработкам. Собственно, у меня на этом все. Я надеюсь, что в Postgres будет pluggable everything, и он будет похож на этот конструктор, но для этого нам еще нужно пройти определенный путь. Спасибо. У нас время вопросов. Есть вопросы к Александру? Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Воронин, компания «Тибертехника». Александр, правильно ли я понимаю, что у каждого движка будет набор базовых туплей, каких-то определенных полей, которые будут во всех движках, и каждому движку будут прилагаться наборы полей, которые эти движки могут реализовывать и использовать по собственному нужному? Спасибо. Полей, вы имеете в виду системных полей? Ну да, то есть я не знаю, сейчас, например, используются тиды, опсеты и прочее. То есть, грубо говоря, если мы возьмем за базовый туполь в движке, как хип-туполь текущий, и добавим в своем движке какие-то еще дополнительные свойства, которые позволят разработчикам этих движков пользоваться по-своему. Я об этом говорю. Да, смотрите, значит, какая ситуация. Во-первых, вот что я важное не сказал, то, что еще один из патчей, который рассматривается, это плагабл тупол формат, потому что у разных движков будет разный формат, и если нам нужно будет переводить все в один, то мы можем некоторые преимущества не ощутить. А по поводу колонок системных, пока что вариант такой, что будет некоторый набор минимальных колонок, которые должны быть в каждом движке, и плюс к этому движок может еще свои дополнительные предоставлять. Понял, спасибо. Второй вопрос. А вот насчет думали ли вы использовать какой-то, разработать прототип движка полнотекстного поиска и, соответственно, использовать вот этот вот ваш подход как раз на нем? Движка полнотекстовый? Ну, я даже не знаю. В принципе, вот полнотекстовый индекс.рум, он с обычным подгрессовым хипом более-менее нормально работает. Нет, нет, я видел, я просто говорю, что вот этот, собственно, подход, как это… Я даже не знаю, в плане полнотекстового поиска вот мы как-то не думаем. Пока что у нас как бы такое view, что мы сможем… Проблемы полнотекстового поиска мы и на существующем движке как-то решаем. То есть вот, например, появилось вот индекс only count, оно как раз из полнотекстового поиска. То, что можно там count звездочка получить, не сканируя весь хип. И точно так же room. Может быть, что-то придумаем, но пока таких разработок не ведем. Хорошо, спасибо. Я извиняюсь, а как вот эти плагабл-хранилища пытаются сочетать вместе с оптимизатором? Потому что очевидно, что оптимизатору хочется знать как можно больше, а для опишки нужно передавать как можно меньше. То есть тут явный конфликт интересов. Ну да, смотрите, какая есть ситуация сейчас. Сейчас уже есть, по сути, в Postgres'е такая вещь, как кастомные ноды. И в том числе можно задавать свои кастомные пути. Ну, есть такая вещь, ну как легковесный план, это пас. Есть, например, там set real pass hook, который вам позволяет уже для обычной таблицы задать какие-то альтернативные способы ее сканирования. То есть в принципе, ну, планировщик, оно должно плюс-минус адекватно вписываться, в том плане, что просто, ну, просто подключаемое хранилище предоставляет определенный callback, который планировщик зовет и говорит, я хочу твою таблицу просканировать, там, такие-то условия, такие-то порядки сортировки были бы полезны, да, выдави мне список вариантов, которые ты умеешь. Вот, он этот список вариантов возвращает, там, этот список вариантов там обладает там кастом, там, каким-то своим кастомным эксплейном и так далее. Вот, и примерно так это все будет работать. Но это касается, конечно, прежде всего OLTP-движков, да, то есть, ну, строчно ориентированных. Там, ну, более-менее все, мне кажется, в этом плане гладко. А вот, ну, с колончатыми движками там, конечно, сложнее, потому что, вот, если использовать подгрессовый оптимизатор, экзекьютор, как есть, там от колончатых движков, ну, кроме как уменьшенных операций повода вывода, особого профиля не получается. И, собственно, как раз, вот, AndesFluent, он сейчас работает над, ну, над патчами, которые позволят как раз от колончатых движков впоследствии получить пользу. То есть, вот, у него есть работа, там, над JIT, ну, just-in-time компиляции запросов, чтобы, там, ну, сложные выражения, они, там, компилировались и так далее. Это все понятно. Оно само по себе дает этот объемный профиль, но оно делается тоже, при целом, колончатой хроничи. Ну, это такое уже немножко, ну, более дистанцированное будущее, да, но я думаю, как-нибудь мы согласуемся в этом плане, санкции. Привет, Дорофей Крисковский, Джон. Был слайд про то, чтобы портировать видридист метод на LSM. Я понимаю, что точно так же можно портировать видридист в видро. Ну, в принципе, да, то есть, это же не access-метод, а именно U-class. То есть, в этом плане можно, например, сделать так, чтобы JIST, он просто поддерживал и батарейшного класса в том числе. Ну, кстати, да, это хорошая идея. Спасибо вам. Да? Ну, по колончатам я немножко напоминаю сам. Знаешь же, появились движки, вот, которые делают Toshiba, там, и вот еще. Нет ли у вас обсуждения, да, чтобы какие-то колончатые движки, но без транзакций? Ну, то есть, фишка-то колоночатая транзакция? Нет, ну, понятно, да. Ну, то есть, колончитое хранение, оно вообще не очень с транзакциями дружит. Как правило, если делается колончатый, так скажем, колончатый движок, поддерживающий транзакции, то это, как правило, разумевает, что хранятся колонки, а рядом еще есть хранилище для строков, в котором, собственно, держатся арты и библиотически в эти колонки заливаются. Обычно так поступают, когда есть колончатые движоки, якобы, там, с поддержкой транзакций, обновлений и так далее. То есть, это уже гибридный движок получается. Вы спросили по поводу PIS, то есть, это, ну, по поводу, получается, таких схем, которые сразу могут взять, не знаю, там, эффективно, там, посчитать какой-нибудь агрегат, да, сразу по колонке. Я правильно понял вопрос? Если. Если. Имел в виду, что предполагается ли, например, вот, скажем так, расслабить, требуется, чтобы все было идти на транзакциях, ну, так далее, там, атлетических функционалов. То есть, ну, пусть это будет набитый движок, но он нетранзакционный. О том, чтобы поддержка транзакций была опциональной, да, в том числе и речь идет. Кстати, по поводу PIS, такая шутка была у нас. То есть, в базе данных будущего не делаешь не запрос, делаешь припэр, при этом, в смысле, автоматический завод, печатает плату, вставляет свой сервер, который оптимально заполняет твой запрос, а потом уже и дефицит и делаешь, как плату используется, и все очень быстро работает. Следующий вопрос. Первый вопрос о руководочных решениях. Вот, допустим, даже с администратором LVIP, который сделал инициатор, который смог бы проверить запросы, но ведь сам, как бы, то есть, текущая УК модель выполнения по блоку вытаскивать, потому что там вообще не выглядит, и вот, что вы писать, например, на колонке. А, если у нас есть запрос, а как? Как вы, в принципе, бороться? Ну, собственно, у вас как раз на этом фронте адрес Крым работает, и у него были предложения, где у вас возможность вытаскивать не по страхе, а вытаскиваясь в кроме пачки. Ну, между ногами передавать пачки в крок, и, соответственно, пачки они могут быть уже в транспортированном виде, в виде, собственно, пачки в колонке. Вот, и тогда это для этой ситуации получится. Потому что на самом деле даже на обычных движках подпосрочных, если это выполняет сложный LVIP-запрос, все равно всплывают проблемы и именно из-за этой PULL модели по одной стратегии, но уже даже в этом случае. Потому что там получается, что, ну, например, неэффективно очень крэшит процессор, потому что мы берем какой-то один дуфл и мы начинаем его отвернуть через все это дело. А если мы возьмем и будем пачками передавать, то у нас локальная фотография. И, соответственно, это подарок. В этом месте, если вы где-то говорили, во-первых, не PULL-аппошек, а депютер. А вот на месте шипы. То есть ваш аппетит может быть легко, наше, там, депютер хорошо. Даже, если мы своими, знаете, им внимательно порт, машины. Да. Тут есть некая тоже такая дискуссия на тему того, нужен ли пуш, если у вас есть придач парк или не нужный. Я скуточного ответа вам сейчас расскажу. Здравствуйте, Александр. У меня вопрос. А в случае школы, которые будут работать на антологии, в принципе, для них в классе ваппу у меня вообще ваппу будет не нужным. Но активно встроен в сам кроссбик, в тему чьей реализации. Я понимаю, почему. То есть как? Часть у него школы будут иметь антологии, будут прожидать какой-то там процесс, который будет вытаскивать в свой свой стиль. И для части этого не будет? Ну, собственно, конечно, у движка у него будет мини-таллбек делать симулатом. Соответственно, этот таллбек может быть и по определенным, и по неопределенным. То есть, грубо говоря, ну, те же антологии, те же воркеры, они могут просто выполнять как разумные функции, которые заставляют у него в школу. Потому что, на самом деле, ну, в антологии там не всегда, ну, не всегда на 100% не нужна никакая очистка, да? То есть, например, там бывает беж, да, который проходит по антологу, там что-то тоже с ним делает, это очищает. И получается, что в данном случае мы просто возьмем этот беж передачник, который у нас вызывает автолоком. Примерно так. Но при этом мы посмотрим, что будет, когда индикатор, и будет свою работу, чтобы посмотреть на полный спереди дизайн, того, что мы придумываем здесь над другим образом, и думаем, как это строить. Ну, в любом случае, ну, решаемая задача, чтобы не было автолокома, и чтобы вместо автолоком он заморялся. Ну, вместо автолокома автолоком узнал, что будет другой. А что насчет бокалов, как их собирают капить? Да. Ну, этот дамп работает. Этот дамп работает, но если пить стрижки, они будут нормально, они провалятся под весом валом, то, в принципе, для них должна, ну, если у них будет такая же, ну, на полочном уровне вал будет так и работать, то, в принципе, для них переграмм тоже должен сработать под весом, да, и тоже, там, можно будет скопировать содержимое C-базы, вот, потом взять и, там, накатить свал, и получить консистентное состояние. Вот другой вопрос требует большей проработки. Есть какие-то движки, у которых не на полочном уровне вал, тот же самый рейнлэнг, да, мы там попадем на диск полный старшок, а потом вал пышем на руку и сходим. Вот, в принципе, ну, умная, если полный вэкап, да, то, вроде бы, тоже она, наверное, должна сработать, но это требует еще определенного изучения, и, конечно, вот все вот эти вот наработки для инкрементального вэкапа их тоже нужно будет как-то немного присмотреть. Я боюсь, что первое, если у вас инкрементальный вэкап будет профессор публиковка в эфире, а потом мы будем думать как-то инкрементальный вэкапа или какой-то дальнейший. Да? Спасибо за доказу. У меня такой вопрос. А движок, который с англотом делается, есть ли сейчас какие-то сравнения его производительности с обычным сорталбакомом? То есть он даст какой-то термомоскому прирост? Пока еще нет. Это и типичный движок, который, если не англотикован, но они обещают буквально через несколько недель его реализовать. Собственно, мы посмотрим, мы будем отличить марки. То есть занятия как бы никакого спойнера и не давали? Ну, сколько там есть, сколько вы можете смотреть на статью Роберт и Тарса, но там никаких количественных задержаний пока нет. Понятно, спасибо. Еще один раз. Предусматривается какой-нибудь процесс конвертации? Вдруг взял, попробовал, похоронил, он не понравился. А? Отклеить, сделал и еще переконвертировал, и с тобой не было. А еще не знаю. Опять, Тепан, я все равно с подъемлемым. Ну, вот как это? Все, если седер в мерзточку подойдет? Да. Отлично. Ну, на самом деле, тут задача очень похожа на окружение БАК. Вот. Что это делает окружение БАК? Он сделан для практики УОПа, но он, в основном, просто копирует табличку, потом берет, ставит на старую табличку тридеры, которые обновляют новую. Вернее, вы начали ставить тридеры, а потом потихоньку копирует. Таким образом, он догоняется до актуального состояния и потом свопает. Я думаю, что, ну, для переноса данных между одним храбельщем и другим, нужно, ну, какой-то похожий механизм, потому что, ну, если это на окружении храбельщем, то по-другому как на окружении строк все копирует, даже что-то хорошее придумаешь. Вот. Ну, хороший поинт, что, ну, такой механизм, типа а-ля Кошерик БАК, при этом невозможно делать, там, не знаю, переделать на базе логической репликации, чтобы иметь тидерея, и чтобы он как-то автомат все проходил, а не требуя от пользы очень больших соцдивежений. Ну, я думаю, это хорошая проблема. В связи с этим. Давайте поблагодарим Александра за интересный вопрос.